Представители регионального отделения партии «Единая Россия» в Ненецком округе одержали уверенную победу на федеральных и муниципальных выборах, заручившись поддержкой большинства избирателей региона. Итоги единого дня голосования «Единороссы» подвели на партийные пресс-конференции. В единый день голосования в Ненецком округе выбирали не только депутатов Нижней палаты Российского парламента, но и главу и депутатов Малоземельского сельсовета. На выборах всех уровней и наилучших результатов достигли кандидаты «Единороссы». В Малоземельском сельсовете победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Талиев Михаил Семенович. Там также избирались депутаты, всего семь человек, из них шесть по спискам «Единая Россия». Федеральный список партии «Единая Россия» получил в Ненецком округе 41, более 42%. Или за нас проголосовало более 7 тысяч избирателей. Наш кандидат по одномандатному округу Сергей Николаевич Коткин одержал убедительную победу, заручившись поддержкой свыше 45% избирателей и победил ближайшего, скажем так, конкурента почти в два раза. Я считаю, что это очень хороший, достойный результат, который налагает перед нами большую ответственность не только Сергея Николаевича Коткина, но и для всей региональной партийной организации, которую он здесь возглавлял. 5 862 голоса. Именно столько по результатам обработки 100% бюллетеней получил кандидат-одномандатник Сергей Коткин. Он и будет представлять наш регион в Государственной Думе Российской Федерации. Та ответственность, которая сейчас легла на мои плечи, на самом деле это очень серьезная ответственность, потому что надо перед людьми было отвечать. И то, что жители округа поддержали партию «Единая Россия», которую я возглавляю в округе, безусловно, это не случайно, потому что у нас на севере все равно люди видят, люди видят, даже чувствуют, все-таки кто занимается говорильней и одним критикантством, что проще всего нынче делать. И когда люди пытаются что-то сделать на самом деле, пусть не всегда у нас что-то получается, но, по крайней мере, мы никогда не отказываемся от встречи с населением. Встречаемся, как бы трудно ни было, там, где беда, там, где проблема. Я стараюсь своих коллег по политической партии, фракции, всегда общаться с этим, разговаривать и пытаемся что-то делать, и вместе с ними пытаемся что-то делать. Вот в этом отношении людей не обманешь. И вот тот выбор, который они показали при голосовании, он говорит сам за себя. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех жителей Неницко-автономного округа за то, что они нас поддержали. Безусловно, я расцениваю это как кредит доверия на ближайшую перспективу. Сегодня Сергей Коткин намерен продолжить работу с обращениями и наказами жителей Неницкого округа, в которых содержатся те проблемы, решать которые депутату предстоит уже на федеральном уровне.